Привет, с вами Happy Wolf. В стиме появилась еще одна игра про бухового фермера из Техаса, который видит странных существ. Она называется Rake Red Forest. Возможно, кто-то вспомнит, что я год назад записывал видео по данной теме, только там был такой красочный ворвиглазный лес. Нужно было устанавливать камеры и выслеживать какую-то страшную херовину, которая, скорее всего, находилась у главгероя в главе. Вот это то же самое, только то ли продолжение, то ли уже отдельная игра. В любом случае, то и то есть в магазине стима и всегда доступны для покупки, если вам совсем некуда деньги девать и время. Потому что объективно никто в такую хуйню, кроме чуваков с каналами на ютубе играть не будет. Это же просто крах игровой индустрии и надругательство над вообще словом игры компьютерные, но мне нравится. Ну что я хочу сказать сперва-наперво, яркость, как всегда, на высоте. Я, конечно, подкручу ее потом в самом видео, но просто вот сейчас я вижу игру вот так. Ну, как вижу. По-моему, это человек сидит. А, это магазин, нихера себе. Тут еще и вещи надо покупать у местного Сидоровича, сука. Вот специально в сталкеры не играю, не хочу с этой тварью жирно и сталкиваться. Мне пишут, поиграю, не буду играть, а он даже здесь есть. Все в три дорого толкает, да я твой рот, блять, наоборот. Преследует меня хитрый барыга, о, винторез. Ладно, может еще что-то куплю, на что денег хватит. А ни на что не хватит, поэтому я игрушечную ракету купил за 50 долларов, спасибо. Шендорович хитрый, какую-то хуйню мне продал, что мне с ней теперь делать? Ну, к стенам она крепится, ну и дальше что? В этой части... Блять. Сидорович уже звонит, спрашивает, что ты там вякнул. Ну, в этой части игры, по крайней мере, мы уже не одни и есть напарник. Молодой Григорий Лепс, я правда думаю, что он не пойдет на охоту. Что достаточно печальная новость, потому что теперь не получится установить этот маячок ему на лоб и послать на разведку. Ну, забавно бы, наверное, выглядел, бежит несчастный рейк с воплями полюса, за ним тот пот с мигалкой на башке и воет. Я думаю, что после такого стресса это бедное существо больше никогда в жизни к людям не подходило. Я уеду жить в Лондон. Что это за звук? Он мне еще и патроны холостые продал, да чтоб ты к этому креслу жопой прирос. Может игрушечная ракета это на самом деле мина? Я понятия не имею, какая-то штуковина, может мне помочь? Ну, задетектие тона этого гнома, дальше что? Я через весь лес должен бежать в то место, где она установлена, а как ее найду? Или это типа транквилизатор автоматически? Хорошо. Каков шанс, что рейк настолько умственно отсталый, чтобы из всех мест, куда можно отправиться в этом лесу, пойти аккурат к мигающей хуне и начать ее тыкать? Так, скорее всего, поступил бы я, ибо все равно через 5 минут забуду, где эту мигающую ебалу оставил. Такое ощущение, что они в осаду замка играли, парикады какие-то понастроили из картона, непонятно от кого. Ну, у них тут теперь целый лагерь, вон тот самый фургон из прошлой части игры, где нужно было ночами сидеть и отсматривать материал с камер. А потом по непроглядной темноте бежать к той камере, на которой был запечатлен это существо, чтобы вломить ему с ружья в упор. Короче, я перезашел и накупил тут всего, чего только можно было, потому что я не знаю, как с грушечной ракетой это чудовище ловить. Теперь у меня куча всякого оборудования, которое должно помочь в поисках. Вот, счетчик Гейгера, понятия не имею, зачем он здесь нужен. Ракета на всякий случай взял, это тепловизор, похоже. А, он еще местоположение людей отслеживает. Вернее, Григорьев-Лепсов. Ну, надеюсь, что на эту страхоебину, который бегает по лесу, он тоже сработает. Мама родная, ну и прицелу этой ВСС. Так, фонарик. Отличный маникюр, парень. И, по-моему, все. Да, все. Знаете, что мне больше всего вот в этой штуковине нравится? Здесь нет кнопки прицеливания. То есть вот этот вот телескоп Хаббл, сука, в масштабе один к одному, который закреплен на винтовке, он бесполезен. Фонарик тоже, потому что его нужно в руках держать и никуда закрепить нельзя. Как я буду и радар вот этот использовать, и свет. Ну, блядь, ну что за хуйня? Я тут пока буду жонглировать вещами из инвентаря, мне уже люлей навешивают. А переключение цифрами там 1, 2, 3, 4, 5, оно не работает, естественно. Так, с меня хватит, как здесь шмотки выкидывать. Я не собираюсь стоять это все колесиком прокручивать, а если экстренная ситуация, мне стрелять надо. А у меня тут склад дерьма всякого. Так дела не делаются. И да, я продал вещи, стоя посреди леса, потому что я могу. О, в небе какая-то сущность обнаружена, смотрите. Шахамат каратисты. Такс, такс, что тут у нас? Невидимые стены. Как же я по ним скучал. Я начинаю подозревать, что весь геймплей сводится вот к этому. Путешествие с радаром, а если я что-то найду, то выстрел. И барыга уничтожен. Нет, не Сидорович, другой, вот которого здесь найти надо. Локация тут, конечно, пиздец, она еще меньше, чем в прошлой части. Кстати, на сервис я подготовился чуть лучше, чем в прошлой. И я решил действовать из принципа «предупрежден, значит, в... вендетта». И зашел на специальный забугорный сайт с историями, чтобы разобраться, о чем вообще идет речь. Что за дичь мы тут выслеживаем, о чем игра. Захожу я такой, и что бы вы думали? Сука, все на американском специально закодировали иероглифами заморскими, чтобы наш русский брат не мог просвещаться. Играть в игры про рейка. Из стима за 150 рублей. Ну, вы не беспокойтесь, я-то еб-то не лыком, шит русская смекалочка, забил текст в гугл транслейт и расшифровал. И казалось бы, живи, драдуйся. Да как бы не так там вообще нихуя полезного нет, что могло бы мне пригодиться в поиске этого долбоеба. Все, что я там вычитал, это история очевидцев из разряда «я допивал третью бутылку самогона, а на меня напал гуманоид из планеты жопа, который, судя по слухам, из деревенских легенд, терроризирует людей с незапамятных времен». А особенно бухих фермеров из Техаса, у которых и так каждый день падает НЛО, а тут еще какая-то страшная поебень мерещится. Ну, безбожники, че сказать, вот мы с вами, православные люди, сколько раз в жизни видели демонов. Ни разу. Потому что СНГ-квартиры защищены волшебными иконами, которые акифильтры расставлены во всех комнатах и блокируют всю нечисть. А уж в сочетании с коврами и поставленной в воскресенье свечкой, все, 100% защиты вы как у Христа за пазухой, я вам говорю. Я скажу прямо, я тут уже, наверное, полчаса кругами бегаю по этому пикающему сигналу, и я уже отчаялся эту падлу выследить. Я, как вы помните, все оборудование в лесу продал, и теперь просто с этим детектором, как полоумный, бегаю туда-обратно в надежде наугад выйти на нужный след. Но мне че-то кажется, что это... Стоп. Сигнал усиливается. Он еще на меня бежит? Вон он! Гонида, ну стой, иди сюда! Нет, она убегает, стой! Ну погоди. Вот же ж сучка, а! Почти. Не, ну вы видели эту проворную тварь? Шайтан, как его ловить-то? Мне, конечно, в комментариях еще под той игрой годичной давности писали, что его нужно 10 раз выстрелить из ружья в упор, прежде чем он сляжет. Но ко второй части я был уверен, что это как-то пофиксит, и он не будет таким же учим. Но я половину боезапаса только что просрал, он че, эти пули зубами ловит на ходу? Ну и где его прикажете искать? Мой детектор вывел меня к Абе. Это такая кубическая постройка в Мекке, только почему-то она белого цвета здесь. И стоит посреди леса, вот уж вам, блядь, детально воссозданная Саудовская Аравия, я думал, что у меня плохо с географией. Разработчик этой игры прям с козырей зашел, у него, наверное, Америка на Северном полюсе. Все нормально у меня тоже. Так, я опять сбился и недорассказал. Короче, кулстори с того сайта, датированная, по-моему, 2009 годом, заканчивалась... Опять тупик. Заканчивалась на легенде, в которой описывался случай, где в дом какой-то женщины прокрался вот этот худой получеловек, убил дитё, столкнул машину вместе с мужем в озеро и улетел на крыльях любви куда-то в закат. Всё. Мне кажется, и вот смотря на эти руки, что вот за эту особу мы теперь и играем. А она, в свою очередь, как Клайд Шелтон из фильма «Законопослушный гражданин» будет мстить за семью. Ух, какая картина-то получается, это вам уже не ссаный говняный хоррор на Юнити, это целый триллер нахуй. Вроде я плюю на вашу могилу, только не блевотное говно. Мне, кстати, не совсем понятно, почему рейк переводят дословно как «грабля». Весь 30-килограммовый инопланетянин вряд ли связан как-то с садовым инструментом. Видимо, по аналогии с настоящими граблями, когда на рейка наступаешь, он бьёт тебе черенком по лбу. Немного не так звучит, но я думаю, суть ясна. Хотя, всё в том же Google Translate и есть другие переводы. Это может означать как очень худого человека, так и лопаточку, крупье. Вот выбирайте. Вон он ходит. Тихо, тихо, это холостые, не больно же. Всё, братан, отбегался. Не видно ещё ни хрена, я разглядеть его не могу. Ну, я, кстати, сделал 6 выстрелов, а это немало. Если бы он в ёлке не застрял, я думаю, ему подалось спастись бегством, и я бы ещё час за ним гонялся. Знаете, раз уж в этой игре больше нечего делать, я сейчас попробую его отыскать ещё раз. Пусть он меня убьёт. Ну, я хоть потом посмотрю, как он выглядит. А то чё-то вообще не айс так всё оставлять. Я минут 20 его выслеживал, сука, какой же он... Короче, вон он идёт. Мой присыл направлен прямо на него. Опа. Вот этот топ от маленьких ножек было в другой игре про рейк, и мне кажется, что... Ну, это один тоже человек делал. Ой, я без половины здоровья в доме очнулся. А смысл из всего заново всё равно выслеживать нужно, пусть уж заново игра начнётся. Шило на мыло, блядь. Ладно, сейчас хочу посмотреть, на что это похоже. Итак, вот бежит наше животное. Сейчас я его покадрово покажу. Бежит, бежит, бежит. Стоп. Он лапки раздвинул, как будто самолёт имитирует. Или Наруто. Короче, вот с этого момента у него активируется анимация атаки, и это уже, походу, точка невозврата. Всё, конец. Кстати, эта моделька, ну, зомби какого-то, мне кажется, она не очень похожа на... То, что мы видим на фейковых фото из гугла. Слишком человекоподобный рейк, слишком мясистый, и такое ощущение, что это не ужас из потустороннего мира, а чей-то сосед-алкаш забыл одеться и бегает голый по лесу. Не, претензий у меня к игре вообще никаких нет, я и не такой пиздец на своём веку повидал. Сколько уж инди-хорроров на канале было сотка точно. Но вот всё-таки монстра я б сделал пострашнее, и VR добавил. Ладно, на этом всё, с вами был Happy Wolf, спасибо за просмотр, счастья вам! Субтитры сделал DimaTorzok